Это РЖДТВ и тема часа, цикл «Время молодых». Мы продолжаем. На связи с нами Роман Чернавин, председатель Первичной профсоюзной организации студентов Сибирского государственного университета путей сообщения. Роман, рад вас приветствовать. Ну что, тема у нас сегодня очень интересная. «Время молодых работники». Это один из проектов, который реализуется довольно-таки успешно. Давайте для тех, кто, может быть, впервые слышит об этом, в двух словах, что это такое? Это комплексная программа, направленная на, скажем так, обучение профсоюзного актива рабочей молодежи, на их знакомство, сближение, обмен лучшими практиками, передачу опыта и, наверное, все-таки таком знакомство, создание тесного сообщества, которое потом выросло уже в более глобальное сообщество выпускников, и что позволяет сохранять также ценности, традиции и обмениваться мнениями о происходящих, и не только мнениями, и кейсами, которые происходят на рабочих местах. Как вообще происходит этот процесс? Все работают по своим, так сказать, по своим дорогам, заняты своими делами ежедневными и так далее. Как проходит вот это общение и этот процесс образовательный? Ну, расскажу так, что у нас на каждой дороге все происходит по-своему. На примере своей дороги давайте расскажу, потому что у других может быть немножечко по-другому. Где-то какие-то нюансы все равно имеются, есть небольшие отличия. У нас сначала идет заявочная кампания, то есть запускает ее центральный комитет, на котором ребята в форме опроса рассказывают, почему они хотят попасть на этот проект. Затем происходит выборка этих заявок и определяется на каждом регионе, кто будет участвовать в бочном региональном этапе. Мы являемся, моя команда является организатором двух региональных этапов, это Алтайский край и Новосибирская область. После этого мы начинаем составлять программу. Программа составляется с учетом пожеланий молодежи, которая будет непосредственно на ней присутствовать. То есть что нас сегодня интересует? Мы хотим послушать про проекты. Или мы хотим сегодня прокачать свои софты. Или нас интересует вообще что-то глобальное, какой-то форсайт, на котором мы хотим пробросить, а что вообще такой молодежный совет для нас на нашей дороге. И вообще зачем мы существуем, об этом давайте подумаем. Или что-то вообще совершенно другое, да, то есть все исходит из запроса молодежи. После этого составляется такая программа и происходит региональный этап. На региональном этапе ребят проходят квесты, конкурсы, тесты на устав. У них идет работа по командам. Стараемся всегда, чтобы после проведения этого этапа были какие-то ключевые решения, принятые на регионе. Например, в этом году мы ввели такую достаточно, ну я скажу, новую практику для нас. Это проведение круглого стола с руководством без галстуков. Когда все буквально сели за круглый стол и начали обсуждать без каких-либо сокрытий тем, да, реальные актуальные вопросы, предлагать на них конкретные решения. И из этого выродились очень приятные вещи, которые в дальнейшем, я думаю, помогут развитию молодежи в регионе. Как стать участником? Насколько это сложно? Допустим, желание у кого-то из наших зрителей возникло, да? Что нужно делать и вообще какие условия? Условия быть членом профсоюза, быть сотрудником ОРЖД, либо где имеется Роскопжел. Обычно заявочная компания, если не ошибаюсь, начинается в начале года. Она должна, информация должна быть у вашего профорга. Вы приходите, задаете ему вопрос, регистрируетесь. И по моей практике скажу так, каждый год 90% это новые лица. То есть тех, кто стабильно каждый год участвует, их немного. И такие должны быть, на мой взгляд, потому что они все-таки транслируют опыт, традиции, передают какие-то наработки предыдущих лет на этих же слетах. Но в основном это новые лица, туда несложно попасть. И по себе скажу, надо там просто побывать, чтобы понять, каково это, да? Вздохнуть свежим воздухом, пообщаться с такими же активными людьми, зарядиться от них энергией. Вот до сих пор читаю чат. Буквально на прошлой неделе у нас завершился проект «Время молодых работники» для работников Западно-Сибирской железной дороги. Это уже дорожный этап. И до сих пор эмоции в печати не утихают. Ребята пишут, как было круто, как было классно, как они вернулись с заряженными на рабочие места и с совершенно новыми мыслями и подходами вроде как к своим повседневным рабочим процессам. Несколько месяцев проходили семинары для профсоюзной молодежи. Далее дистанционное обучение. Все это в рамках «Время молодых работники». Как это все совмещается с графиком трудовым? То есть это помогает? Не вмешивается ли в реале кто-то берет отпуск, чтобы заняться чем-то подобным? Я как участник программы скажу, что это, наверное, не сильно отвлекает от работы. Конечно, есть рабочий процесс и куда-то вырваться на протяжении двух дней или уделить себе вечер, чтобы поучиться. Да, это тяжело, но все-таки для того, чтобы стать лучшей версией себя, ну, нужно где-то чем-то как-то пренебрегать, в том числе и своим личным временем. Но я думаю, что человек, который прошел через все это, никогда об этом точно не пожалеет, потому что те навыки, которые он получает там, потом положительно-положительно влияют на его коммуникативные навыки, в том числе и общение с руководством и со своими коллегами по работе. И очень много приобретенных софтов после прохождения «Время молодых работников» положительно влияют, в том числе и на распределение своего времени на тайм-менеджмент. А вот что касается непосредственно результатов, да, вот вы говорите, каждый раз это новые люди, большая часть. Какая отдача идет, да, какая обратная связь? И виден ли результат после того, как определенное количество коллег прошли вот эту, так сказать, школу? Да, я вот скажу, наверное, на простом примере, на простом примере в этом году. Мы проверили региональный этап для Новосибирского региона, где ребята разрабатывали дорожную карту мероприятий, это одна половина, одна группа, вторая группа, в которую ходил основной молодежный совет, они разрабатывали свой брендовый стиль, да, как они должны выглядеть, как они должны себя позиционировать. В рамках этой работы вроде все банально. Родилась идея сделать толстовки, но не простые, а толстовки, на которых можно было бы приклеивать какие-то элементы. И каждый элемент означал бы, что этот человек прошел ту или иную ступень развития в молодежном совете или поучаствовал в том или ином мероприятии. Разница в месяц. Ребята приезжают уже на дорожный этап, кто прошел с Новосибирска, и в конце на закрытии выходят и говорят, ребят, вот мы разрабатывали проект, мы с вами над этим долго говорили, долго работали, мы хотим наградить лучших. И разработанные толстовки выносят и вручают отличившимся участникам этапа. Ну, я думаю, те, кто получил толстовки, 100% остались довольны, и проект можно считать успешным. Понятно, его там где-то надо доработать, где-то дальше развивать, но, тем не менее, за два дня, которые они пробыли на вот этом слете, фестивале, они разработали приятный бонус для участников молодежного совета. Я думаю, что результат налицо. Для вас, как для организаторов, вот что, я понимаю, интересно и сложно бывает, да? Что самое важное в завершении нашей беседы? Какие вы видите вот свои задачи? Чтобы что получилось в первую очередь? Для меня самое важное, чтобы ребята остались довольны и чтобы они уехали с пользой. То есть не просто провели на семинаре два дня и уехали, а чтобы они что-то отсюда увезли. И приятно, когда после семинара участники подходят и начинают более детально углубляться в те вещи, которые ты рассказывал, которые рассказывали тренера, которые рассказывала команда, и уже у них в голове рождались какие-то идеи. Буквально в завершение скажу один пример, подходит ко мне, он, по-моему, машинист, и говорит, а вот слушай, ты много проектов видел, много где побывал, а вот скажи, а кто-нибудь додумался в поезда дальнего следования делать вагон с тренажерами, чтобы во время пути следования пассажир мог прийти туда и размяться? Я говорю, я такого не видел. Может, конечно, есть. Он такой, ну я вот думаю заняться вот этим, вот я подумаю. Интересная идея, интересная идея. Спасибо, Роман, большое спасибо за эту интересную беседу. Я желаю вам успехов в организации новых мероприятий, в реализации того, чем вы занимаетесь прямо сейчас. И жду новых интересных кейсов в рамках нашего цикла «Время молодых. Тема часа» на РЖД-ТВ. Спасибо большое и до встречи. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин